В удивительное время мы живем. Много ли продуктов российского производства вы знаете? А многими ли вы можете гордиться, хвастаться? Они безусловно есть, и я всякий раз радуюсь успехам отечественных производителей. Тем удивительнее история фильма «Братство». Фильм Павла Лунгина, одного из лучших российских современных режиссеров, его планировали представить на суд публики 9 мая. Но потом началась какая-то странная возня, какие-то организации, что-то говорили про очернение, про вранье, ну и много еще чего глупого. Ну ладно бы, мало ли глупых людей. Однако сегодня в нашей стране они почему-то имеют огромный вес. Кажется, чем глупее человек, тем выше он забирается по карьерной лестнице. Не знаю, что за механизм так работает, странный механизм. Однако, как говорят неумелые и неуспешные режиссеры, я так вижу. И вот, казалось бы, отменного качества фильм. Радуюсь, что фильм мирового уровня, произведен в России, российскими режиссерами, актерами, операторами и так далее. Но нет. Так вот, я вам всячески рекомендую сходить на фильм «Братство» и сходить именно в кинотеатр. Именно в кинотеатре создается атмосфера. Фильм проникает в зрителя. Давайте попробуем. Ну ладно, это лирика о фильме. Сюжет пересказывать не стану, здесь он не сильно важен. Фильм прекрасен своей атмосферой. Тягучей, мощной, волнующей, не отпускающей. Знаете, то чувство, когда ты сидишь в зале, а внутри тебя такой комок сжатый, как будто все твои внутренности сжались и сжимаются и разжимаются в такт ритма повествования. Это очень точно, очень сильное кино, в котором очень хорошо, честно показана жизнь людей на войне. Людей разных, смелых, трусоватых, халчных, лихих, спокойных, увлеченных. Люди разные и ведут они себя по-разному. Кто-то вальяжен и надменен, пока за ним стоит армия, но попав в плен, теряет всю храбрость. Кто-то жаден, кто-то пылок. Это отличная работа, режиссерская, операторская, прекрасное звуковое оформление фильма от музыки до шумов. Отдельно скажу про актеров. Кирилл Пирогов всем известен и известен заслуженно. Он прекрасно сыграл свою роль. Вторая главная роль это Федор Лавров. Артист, выдающийся, на мой взгляд, но мало известный широкой публике. Первый раз я его увидел в сериале «Менты» одном из первых сезонов. Он играл злодеей и даже через ВХСное качество пробивалась вся такая мощь актерского дара. К сожалению, я немного видел работ с его участием и часто фильмы были слабы. Либо режиссеры использовали в качестве злодея, что дается актеру Лаврову легко, а тут мощная работа с простым характером, что само по себе очень сложно. Да и остальные работы актерские вызывают глубокое уважение. Очень сильно и точно. Войну можно показывать по-разному. Бывают ее романтизируют. Зла и ирония судьбы в том, что романтизируют ее участники войны. Целое поколение, прошедшее Великую Отечественную войну, видимо не желая показывать всю ее грязь, кровь и ужас в кино, часто выстраивали свои фильмы на боевом духе, братстве, романтическом героизме. Закончилось это не очень. На фильмах романтических о войне выросло не одно поколение и теперь все эти люди не любят войну только на словах. В душе же ничего против нее не имеют. Насмотревшись великих фильмов, таких как «Бой идут одни старики», они сражались за родину, парень из нашего города и тому подобных, люди усвоили только одно. Война это время романтическое и героическое. А это совсем не так. Война это подлое, тяжелое, кровавое бремя, которое несут люди и с которым очень тяжело жить после войны, если вдруг посчастливилось дожить до мирного времени. Фильм «Братство» в этом смысле не лукавил, он жесток, но честен. Люди на войне ведут себя по-разному. Если хотите почувствовать эту атмосферу идите в кино. Пожалуй все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео в своих соцсетях и пусть всегда будет мир. Пока.